Я собрался с мыслями и решил рассказать историю, которую прочитал несколько месяцев назад в блоге одного знакомого. Он был довольно-таки талантливым шелкопером, по крайней мере мне его стиль нравился, так что успех был практически гарантирован. Конечно, дословно я историю не запомнил, так что пересказал своими словами. Отдаленная космическая станция, можно сказать последний рубеж человечества, расположенный на границе с враждебной цивилизацией, третий месяц перемирия. Хотя миром это назвать сложно, скорее не войной. Небольшая горска выживших измучена многодневной осадой. С одной стороны они не могут отступить, бросив аванпост, с другой понимают, что в случае атаки противника не продержится и минуту. Отчаяние самое подходящее слово, чтобы описать их состояние. Провизии подходят к концу, а боеприпасов остается разве что на пару выстрелов, которые в случае начала боевых действий будут похожи на приветственный салют. В достатке только вода и воздух, спасибо регенеративной системе. Люди уже несколько недель не разговаривают друг с другом. Наверное, они просто не видят смысла тратить время на общение с себе подобными, когда смерть стоит за дверью. Точнее, за многометровой бронёй станции. Действительно, лучше просто ждать. Спасение или атаки врага оба исхода приведут к концу этой пытки. Ситуация напоминает шахматную парню с невидимым противником, а именно её самую сложную часть, эндшпиль. Любой неверный ход приведёт к поражению, как их, так и неприятеля. Доспиарюхно. Если это какой-то другой язык, я его не понимаю. Неизвестно только, знает ли об этом противник. Может быть, он тоже боится сделать неверный ход. В то же время, земляне всего всегда могут двигать королём. Но только на клетку вперёд, а зачем на клетку назад? Любой другой ход автоматически приводит к проигрышу. Шаг вперёд, манимая угрозу нападения. И шаг назад, осознавая необходимость защиты. Игра была куда проще, если бы противник сидел перед тобой. Даже самый опытный шахматист никогда не сможет скрыть нервные движения глаз, случайную каплю пота или дрожание рук. С одной стороны, всё это бесполезно. Каждый знает, что ситуация безвыходна, так как никто не решается на ход, означающий немедленное поражение. В другой же, видя перед собой живого оппонента, понимая, что он ничем не отличается от тебя, и также может ошибиться, проще пойти ва-банк. Возможно, такие же трудности испытывает и противник. В такой ситуации оказалась небольшая горстья мужчин и женщин на краю вселенной. Приказов из штаба уже несколько дней нет. Впрочем, и те, что приходили раньше, не сдерживали, не содержали в себе ничего ценного. Ли стандартные требования держать оборону. Шаг на клетку вперед, шаг на клетку назад. Раскачивание идеального маятника. В начале четвертого месяца командир принимает решение отступать. Он рассуждает, что жизни его солдат важнее мифических идеалов человечества, и за это его никто не осудит. Тем более, что они все равно не в состоянии ничего изменить. Приготовление длятся недолго. Самое ценное, что можно спасти с тонущего корабля, своя жизнь. И вот уже весь экипаж станции в спасательном корабле. Идет предстартовый отчет. Три, два, один и ничего. Ворота не открываются. На устранение неполадки отправляют механиков, но те ничего не находят. Ворота должны открыться. Но не открываются они и во второй раз, и в третий тоже. Командир отдает приказ покинуть станцию в спасительных капсулах. Но и они не могут стартовать. Сначала все списывают на них технические неполадки. Экипаж пытается связаться со штабом, но безуспешно. Только спустя несколько дней старпом замечает, что на радарах ничего нет. Ничего в прямом смысле. Ни планет, ни астероида, ни кораблей противника. Просто сплошная тьма. Через месяц заканчивается еда. Всем кажется, что это конец, но ни спустя день, ни спустя неделю люди не начинают умирать. Словно для поддержания человеческого существования пища не нужна. К тому моменту большинство экипажа сходит с ума. Кто-то просто сидит в своей каюте и читает молитвы, кто-то ходит туда-сюда по станции, кто-то пытается покончить с собой. Но ни выстрелы в упор из плазменного ружья, ни заплыву в гидрокамере, ни даже банальное вскрытие вен не приносит никакого эффекта. Проходить дни, месяцы, может даже годы никто не считает. Сумасшествие возвращает... Сумасшедшие возвращаются в себе рассудок, а нормальные обезумевают. И так множество раз. Наконец экипаж свыкается со своим положением. Они начинают придумывать себе различные занятия. Театральные постановки, турниры по различным видам спорта, чтение книг и межнаписанных. Складывается множество семейных пар, еще больше распадается. Бесконечный поток времени, замкнутый круг человеческой жизни. И только темнота на радаре напоминает о том, что вокруг пустота. Но пустота и внутри станции. В конце концов, люди перестают жить. Они просто лежат каждый в своей каюте и спят. Сначала не все 24 часа, но со временем они учатся входить в состояние транса. У каждого свои сны. Кто-то возвращается в детство, кто-то вновь обретает утрачную любовь, кто-то с бластером на перевес защищает идеалы человечества, а кто-то просто блуждает в пустоте. Спасательный корабль, потрепанный в нескольких несерьезных стычках с противником, пришвартовался к стыковочному доку. Десантная группа попала внутрь. Станция была похожа на кусок металлолома, который по крайней мере несколько тысячелетий летал в космосе. Реактор давно отключился, на стенах виднелись следы от лазерного оружия. Вся аппаратура была разбита. Почти в каждой каюте спасательная команда нашла истлевшие скелеты людей. Они приняли ужасную смерть, защищая дальние рубежи человечества. И только шифровка в штаб напоминала, что что-то тут не так. Спасите. Мы просто хотим умереть. Я закончил рассказ и посмотрел на Ульяну. Ее лицо было скрыто во тьме. Ну, вот такая вот история. Я задул огонек. Ульяна вскрикнула, вскочила и кинулась на меня. Мы упали на пол. Ты чего? Ничего. Ее голос звучал крайне испуганно. Похоже, моя история удалась. Я мысленно похвалил себя. Однако у Лианки было явно не до веселья. Она обнимала меня, все ее тело дрожало и слышали стихи и всхлипы. Ты чего, глупенькая? Я погладил ее по голове. Это же просто история. Она нереальная. Тебе лишь бы всякие глупости рассказывать. Ульяна прижалась ко мне плотнее. Что, так испугалась? Угу. По правде говоря, я не ожидал от нее такого честного ответа. Ничего, ничего. Где ботинки? Разбулась по дороге. В конце концов... Летели, пока летела. Ну да. В конце концов, время летит. Полежит и успокоится. Летит. Она что, в ботинках ходит? Конечно. Слушай, Семен... Сандали скорее. Чего? Ладно, ничего. Она воткнулась лицом мне в грудь. Прошло несколько минут. Слушай, я все понимаю, но может пойдем уже? Я прислушался. Ульяна тихо посапывала. Эй, не спи! Интересно, как это так можно от испуга заснуть? Не спи, кому говорят. Она не реагировала. Я попытался встать. Конечно, Ульяна вряд ли весила больше 40 килограмм, но представьте, что вы лежите придавленной трехпудовой гирей. Не так-то и просто подняться. Если бы не дыхание, можно было и правда подумать, что Ульянка умерла. Конечно, можно было приложить немного больше усилий, но ведь тогда я ее разбуду и все по новой. Да уж, незавидное положение. Хотя всегда есть вариант дождаться, пока она проснется сама. Не будет же она в конце концов спать до утра после таких рассказов? Наивный. Я посмотрел через окно на звездное небо. Интересно. Может быть, где-то там действительно есть далекий авантпост с экипажем, состоящим из призраков. Глаза медленно закрылись, и через некоторое время я провалился в сон. Во сне я ощутил тепло. Такое часто бывает. Мозг еще не включился, но ты все равно чувствуешь, как солнце бьет в глаза, и когда просыпаешься, некоторое время щуришься, чтобы привыкнуть к яркому свету. Прекрасное утро. На улице ворковали птички, воздух был свеж и прян, и весь мир купался в лучах наступающего дня. Я бы с удовольствием полежал еще, но что-то было не так. Все события минувшего вечера на секунду пролетели у меня перед глазами. Страшный и не очень историй Ульяна, которая крепко обнимала меня и совсем не по-детски храпела. Но я ничуть не волновался. В конце концов, время еще раннее, вряд ли больше 7 или 8 утра. Но кому понадобится идти в библиотеку в такой час? Я откинулся назад и посмотрел в окно. Судя по всему, буквально через пару минут солнце займет такое положение, что будет бить Ульяне в глаза. Вот тогда ты и проснешься. Интересно, как же она так крепко смогла меня обнять? Ведь действительно, вырваться никак не получается. В принципе, я был готов полежать еще час или два, но вдруг послышались шаги. Дело пахнет керосином. Вставай, слышишь? Просыпайся. Я аккуратно, но в то же время настойчиво тряс. Начал трясти Ульяну за плечи. Попытался ослабить захват, но ничего не вышло. А в это время шаги все приближались. Спасаться во что бы то ни стало. Встать не получится. Это я выяснил еще вчера, поэтому решил ползти. Мои маневры очень напоминали военные сборы, на которых я никогда не был. Солдат тащит за собой раненого командира под минометным обстрелом. Командир без сознания, солдат измотан, а вокруг колючая проволока. Я только успел, чтобы заползти за шкаф и перевернуть Ульяну так, чтобы ее не было видно, как дверь в библиотеку распахнулась. На пороге стояла Женя. Похоже, она слишком уж трепетно относится к своей работе, раз приходит сюда с первыми петухами. Подожди! Послышался знакомый голос. Вот, собственно, наверное, и первые петухи пожаловали. Почему это нельзя было сделать вчера? Или сегодня, но попозже? Потому что наука не терпит промедлений. Как? Это был электроник. Сейчас, подожди, я поищу. Она направилась в нашу сторону. Я из последних сил перевернул Ульяну так, чтобы она оказалась у меня на спине. Кое-как встал на четвереньке и пополз к соседнему шкафу, где упал в попытках отдышаться. Как ты говорил, кибернетическая математика? Или математическая кибернетика? Похоже, она нас не заметила. Мы бы что-нибудь по теории автоматов. Откуда у нас тут про оружие? Ты что, сдурил? Так это не про оружие совсем. Какое-то время они оба молчали. Жень. Чего еще? Пойдем сегодня вечером на речку. Это зачем? Ну, просто. У меня здесь дел много. А ты иди давай. Робот твой тебя ждет. Ладно. Звук закрывающейся двери прозвучал эпитафией любовными... Любовными... Звук закрывающей двери прозвучал эпитафией любовным страданием электроника. А ему, оказывается, тоже ничто... Ничто человеческое. Ничуждо. Я тихо усмехнулся. Впрочем, сейчас не до веселья. Предстояло как-то выбраться отсюда незамеченным. Самым простым решением мне тогда показалось дождаться, когда Женя уйдет завтракать. Все же она... Ударница коммунистического труда, а не один из мифических роботов электроника. Поэтому потребность пищи для нее никто не отменял. Ульяна тем временем и не думала просыпаться. Хорошо хоть храпеть, перестала. В библиотеке было тихо. Что делало Женя, я не видел, но такое положение вещей до определенной степени меня устраивало. Вдруг со стороны ее стола донеслись непонятные звуки, щелканье, шипение и... заиграла музыка. Точнее, гимн. Приехали. И все бы ничего, если бы Женя не начала подпевать. Союз нерушимый. Ее чувство патриотизма оставалось только позавидовать. Хотя с голосом у нее были явные проблемы. Советская эстрада в ее лице уж точно не потеряла талантливую певицу. После гимна чей-то голос рассказал о перевыполнении плана по уборке зерновых. Очевидно, Женя включила радио. Я начал внимательно вслушиваться. Возможно, удастся что-то узнать. Однако, после сводок с полей голос диктора начал пропадать, а через некоторое время и вовсе исчез. Может быть, помехи? Женя встала и направилась в нашу сторону. Ситуация становилась критической. Титаническим усилием воли мне все же удалось сражать захват Алины. Теперь я был свободен, но настолько измотан всеми этими поползновениями, что не чувствовал в себе сил даже встать. Пора готовиться к худшему и заранее придумать оправдание. Но внезапно шаги стихли. Судя по всему, Женя остановилась с другой стороны шкафа, за которым лежали мы. Послышала шуршание книг. Наверное, что-то ищут. Взяв книгу, она вернулась к столу. В этот момент с горохотом распахнулась дверь. Семен! Не видела? Ольга Дмитриевна явно была запыхавшаяся. Ульяна? Нет. Удивленно ответила Женя. Дверь захлопнули так же громко, как и в первый раз. Похоже, нас уже ищут. И сейчас Женя начнет обход библиотеки. Однако, к счастью, в этот момент вдалеке заиграла музыка, призывающая пионеров на завтрак. Женя, как и подобает пунктуальному человеку, не стала задерживаться и через минуту в библиотеке нас вновь осталось двое, я и Ульяна. Теперь предстояло решить, что делать с ней. Уже не надо бояться, что меня кто-то услышит, поэтому я наклонился и заорол Ульяне в ухо. Проснись и пой. Она мгновенно вскочила и начала с просонья озираться по сторонам. Заметив меня, Ульяна удивилась. А что ты здесь делаешь? Играю в разведчиков. А? Неважно. Выспалась? Да. Кажется, она еще не совсем пришла в себя. Завтракать? Да. Мы вышли из библиотеки. Наконец-то. Теперь уж точно не придется никому объяснять, что, как и почему я делаю с Ульяной там ночь. Всю ночь. Ты прости, что я так вот заснула. Всем спать, я пока. Давай. Приятного сна. Да ничего. Наверное, мои слова прозвучали слишком скептически, потому что она посмотрела на меня с недоверием. Подожди-ка. А что ты все время там делал? Ты не поверишь. Подожди-ка. То есть... Ульяна хихикнула, бежала от меня на пару метров и звонко прокричала. А я первая на завтрак. После такого-то пидстопа не мудрено, сказал я, но Ульяна уже не могла меня услышать, так как была далеко. У столовой было необычайно многолюдно. Конечно, на завтрак, обед и ужин местные обитатели спешили как на пожар, но зачем же толпиться в дверях? Я подошел поближе и попытался узнать, что происходит. На пороге, казалось, собрался весь лагерь и все знакомые мне девочки и Ольга Дмитриевна и электроник. И где же ты был? Я тебе всю ночь дала и ищу с самого раннего утра. Ульяна сказала, что вы вчера вечером вместе уходили из библиотеки. Я посмотрел на Ульяну, она ехидно улыбнулась. Ладно, с этими позже разберемся. Ты не видел сегодня Шурика? И поехали про Шурика. А меня остановила Дмитриевна. Семен, а ты постой-ка. Да. И заводишь объясниться, где ты был ночью? Ну, вот об этом я как-то и не подумал. Действительно, подобное не могло остаться незамеченным и мне стоило бы придумать угодное объяснение. Но я не придумал. А я, а мы с Ульяной в библиотеке книги расставляли, а потом она убежала и меня закрыла. И я сидел там до утра. Я была сегодня в библиотеке, а вот тебя там не видела. Да я в курсе. Ну, я незаметно ушел. А почему Ульяна говорит совсем другое? И что же интересно она говорит? Вы же ее знаете. Да, пожалуй. Ажатая задумалась. Ну, ты не думай, что я тебе поверю. Я и не думал. Разберемся с этим позже. Я не забуду. А сейчас есть дело поважнее найти Шурика. Да. Иди уж. Ибирать, куда приткнуться мне опять не пришлось. Единственное свободное место оказалось за столом Алисы и Ульяны. Вот, мы сейчас с ними на пляж пойдем. Все равно, да? Ага. Да. Ну, пошли в лес, сходим. и на стоянку. Не, не ходи никуда, не надо. Знаешь, мне Шурика надо искать и все такое. Ладно, будем считать, что там прям все нормально было. Так, тут не важно. Вот тут, небось, столовая отравилась, потом было удобнее. Тут тоже все равно. Яблоко мы все еще есть не будем. То, с кем мы яблоко есть будем? С кем-то, будем. И мы идем с Ульяной. Третьей. А, я думал, что ее тут нету. И меня запишите. Я посмотрел на Ульяну с изумлением. Ее жажда приключений похоже не имела границ. Ее жажда приключений похоже не имела границ. А что, ночь привидения старый лагерь весело ведь? С одной стороны, такая компания всегда сулит особой неприятности, но с другой стороны, вдвоем она хотя бы безопаснее. Вот и отлично. Попрощавшись с остальными девочками, Улья Дмитриевна мы остались одни. Ты считаешь, что это просто увеселительная прогулка? Ну да, что такого? Ульяна хихикнула. Да нет, ничего, в самом деле. Я вдохнул. Сейчас, подожди. Я за фонарем сбегаю. Давай. Я как раз сам хотел предложить. Похоже, мне сегодня предстоит не только идти ночью в забросанный лагерь, но и следить за неугомонным ребенком. Ведь как никогда как-никак им Ульяна и являлась. В общем, надо быть осторожным вдвойне. По рассказам электроника, старое здание построили сразу после войны. Оно было похоже на детский сад или на барак, как я предполагал, и рассчитано куда меньшее число пионеров, чем вмешал нынешний лагерь. Забросили же его лет двадцать назад. Ульянка шагала в припрыжку, словно все происходящее для нее лишь в развлечении. Мне же было откровенно не по себе. Собственно, нормальное состояние для человека в моем положении. Ночной лес, так и норовящий выскочить отовсюду. Ночной лес, так и норовящий выскочить отовсюду страшные звери и птицы, полнолуние и сам этот мир, в который я попал лишь недавно. Возможно, мне бы даже было проще одному, не надо следить за Ульяной, бегающей передо мной. И как она еще ни на одну кочку не зацепилась. Слушай, ты бы поаккуратнее. А то что? Она так резко обернулась, что я даже вздрогнул. Ничего, убьешься где-нибудь. Значит, переживаешь за меня? Конечно, ну, в смысле, это нормально в данной ситуации. Я надулась. Слушай, я решил продолжить разговор так спокойнее, да, и не так страшно. А что за старый лагерь вообще? Ты на площади говорила? Да, очень страшное место. Говорят, спионеры там умерли и стали привидениями, которые охраняют свое последнее земное пристанище. Умерли от чего? Ее страшной истории вообще не верилось с трудом. Откуда я знаю? Я даже тогда не родилась еще. Но рассказываешь уверенно. Информации из надежного источника. Это откуда же? От Алисы? Не скажу. Ну, ладно. И что дальше? Умерли привидениями стали и... Ну и все. Как это все? Теперь по старому лагерю бродят души умерших пионеров и забирают с собой мир мертвых все, кто смеется переступить порог. Ой, ладно, шагай давай. Так вот, что там происходит. Время шло, мы все глубже заходили в чащу, деревья сомкнули ряды, а я вдруг понял, что в лесу внезапно воцарилась полная тишина. Почти. Как будто ночные птицы затаились в ожидании чего-то, насекомые поспешили зарыться в землю, даже ветер стих. Начало оказаться, что лунный свет, изредка пробивавшийся сквозь густую шапку листви звенит, словно натянутая струна. Наконец, деревья раступились и мы вышли на большую поляну. Посреди нее стояло старое здание, больше напоминающее детский сад. Что будет в детском саду, узнаете в следующий раз. Судя по всему, там будет что-то интересное. Так что, всем спасибо за просмотр. Всем пока.